Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. Мне часто задают вопросы, вернее два основных вопроса, как выбрать мультиварку и как ухаживать за мультиваркой, как избавиться от специфических запахов после приготовления определенных блюд, например, рыбы, плова и других блюд, содержащих специи. В этом видео я вам расскажу и покажу средства, которыми пользуюсь я. Для сегодняшнего видеоролика я остановила свой выбор на ташкентском плове. Мы с Сашей его уже пробовали, он нам понравился. Он состоит из натуральных продуктов. Вы как знаете, что мы отслеживаем, чтобы не было никаких консервантов, никаких ешек в готовой продукции, потому что у нас у детей аллергия. Этот плов состоит только из натуральных продуктов. А так как он состоит из натуральных продуктов, там только натуральные специи. А именно они оставляют запахи в мультиварке, от которых потом трудно избавиться. Я покажу, где эти запахи чаще всего скапливаются. Как их вымыть и какими средствами. Сегодня я использую готовый плов, потому что у многих бы возникли вопросы. У меня на канале уже есть 4 рецепта плова. И для чего я для записи, как ухаживать за мультиваркой, готовлю снова плов. Я взяла уже готовый, проверенный плов. Очень ароматный. Мы его используем, когда нет времени совсем готовить, а необходимо покормить семью. Вот этой большой банки хватает на семью из 4-х человек. Здесь еще баночки маленькие. На одного-двух человек. Масла я не добавляю. В плове уже есть масло. Обычно разогревают. Есть функция подогрева. Разогрева на каждой мультиварке. Но чтобы это сделать быстрее, я всегда выбираю режим жарка. При этом закрываю крышку мультиварки, чтобы плов или другое любое блюдо прогрелось равномерно. Выбираю меню режим жарка. Нажимаю старт. У меня отсчет времени начинается сразу. Для разогрева такой банки плова мне хватает 7-8 минут. Периодически необходимо открывать крышку и перемешивать. Не забываем перемешивать, пока разогреваем плов. Саше этот плов нравится, потому что в нем не очень много масла по сравнению с пловом, который готовят в казане. То есть, смотрите, в принципе, рисинка к рисинке, но при этом, вот он рассыпчатый и масла не очень много. Сейчас пошел аромат специй, то есть, нагрелся плов. Кто-то скажет, что хватит 3-5 минут разогрева, но рис твердоватый, когда вы его пропарите именно 7-8 минут, он достигнет той консистенции, которой должен содержать плов. Хватит есть! Расскажу вам о средствах, которые я использую. Во-первых, это мыло, которое нейтрализует запахи. Я беру или красную линию, есть еще в Фаберлике, там тоже для устранения запахов есть мыло. Оно подходит не только для мытья рук, но и для мытья посуды. И дальше использую Pimolux. Испробовала всякие кометы, все, и вернулась обратно к Pimolux. Дешево, сердитое, все отмывает. Также нам потребуется губка, щетка и тряпочка. Итак, где чаще всего сохраняются запахи? Я вообще, когда первая мультиварка у меня была, я, по-моему, приготовила плов, а после него варила рисовую молочную кашу. И у меня потом вся каша пахла специями от плова. У меня и то ее, конечно, есть не стало. Теперь я знаю, где необходимо обязательно отмыть. Чаша, ну это понятно, отмывают ее все. Но многие забывают про внутреннюю крышку. Кто-то протирает ее просто. Но вот это вот силиконовое кольцо, вот этот вот прорезиненный, так сказать, силикон, он впитывает очень запахи. И обязательно после приготовления всех блюд необходимо его мыть. И не просто мыть там водой и средством для мытья посуды, а именно средство, устраняющее запахи. Далее, когда мы готовим, у нас через крышку пара выходит сюда все запахи. Это обязательно промываем тоже, открываем и промываем. Что мы сейчас сделаем? Пока я записываю видео, как мыть мультиварку, Сашка у меня уже половину тарелки плова съел. Итак, вернемся к средству для мытья посуды. Оно недорогое. Так оно стоит около 100 рублей. И вчера по акции взяла еще одну бутылку. У нас в семье продается по 69, что очень, в принципе, выгодно. И я говорила, что фаберлитовское можно средство брать. Оно чуть поменьше объемом, но цена там дороже. У кого что есть по возможности приобрести, то и приобретать. Главное, чтобы было написано, что не провязует запах. Итак, хотела еще сразу установиться на этих внутренних крышках. Вот это очень, видите, как бы на болтиках. Это очень удобно. То есть вы силикон моете. Спокойно, не боясь, что он отпадет. Но есть внутренние крышки у мультиваров других. Вот такие. И здесь они крепятся совсем как бы более слабенько. И поэтому, когда вы будете вот эту силиконовую мыть, штучку, то надо быть аккуратным. То есть все зависит от мультиварки и от внутренней крышки. Смачиваем. И протираю сначала вот этим средством, устраняющим запах. Именно протираем силикон. Прямо терем, чтобы вот это средство как бы впиталось в этот силикон. Потом мы его хорошо промоем. Это не реклама моющего средства. Это именно то, чем я пользуюсь. Хватает мне примерно на месяц такой бутылки. Здесь 500 миллилитров. В Фаберлике у них 250 или 300 миллилитров. На кулинарном канале рецепты для мультиварки. Мы часто выкладывали обзоры еды, а также обзоры продуктов, которыми мы пользовались. Я готовила некоторые блюда в духовке. В принципе, были как положительные, так и негативные отзывы. Ну, разделились люди. Кому-то нравилось, кому-то нет. Так как мы сейчас ведем интенсивно семейный канал, развиваем. Мы приняли решение, что вот эти все обзоры, все рецепты не в мультиварке, они будут выкладываться на семейном канале. Сегодня на семейном канале я выложу видео, какую курицу покупаем мы. А в ближайшее время обзор на шоколадки. На всех внутренних крышках есть вот такие выемки. Что здесь, что здесь, можете посмотреть. Здесь тоже скапливается и грязь, и запахи. Эту грязь запахом я удаляю прямолюксом, то есть просто высыпаю. Обычной губкой это не вычищается, поэтому я использую уже щеточку. И вот такими круговыми движениями очень хорошо удаляется. Пробовала обычной содой, пробовала со спиртом, пробовала с водкой, чем только не пробовала. В итоге вот обычный дешевый прямолюкс с содом помогает. Под этим видео я выложу ссылочку на семейный канал, перейдя по которому вы увидите обзор курицы, которую я покупаю. А также наши семейные влоги про нашу жизнь. Чашу мы моем обязательно жидким средством, не... Ба-ба-ба-ба-ба-ба, почему это? Не порошком. Чашу для мультиварки мы обязательно моем жидким средством, не чистящим порошком, чтобы не повредить покрытие чаши. Вот я мою также мылом, устраняющим запахи, тоже очень отлично помогает. В комментариях пишите, чем пользуетесь вы, что помогает вам. Вы у меня вообще очень активные подписчики, очень приятно читать ваши отзывы, ваши комментарии, ваши советы. Часто прислушиваюсь. Всем пока! Я вас очень люблю! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok